Мы с вами знаем, когда мы говорим о рецидивирующей инфекции, это определение, которое известно, это два обострения в течение полугода или три обострения в течение года. Мы опять-таки знаем, что где-то порядка 50% женщин сталкиваются с различными вариантами инфекции мочевых путей, и инфекция мочевых путей является второй по распространенности после инфекции верхних дыхательных путей. И мы с вами опять-таки знаем, что порядка 26% женщин и вообще, чаще это бывают женщины, испытывают повторный эпизод инфекции мочевых путей в течение ближайших 3-4 месяцев. Поэтому, в общем-то, считается, что просто одного лечения эпизода острого инфекции мочевых путей недостаточно. Вообще, на мой взгляд, вот это противорецидивное лечение, когда мы говорим о какой-то профилактике рецидивирования, должно начинаться уже при первичном эпизоде инфекции. Потому что мы с вами отлично понимаем, от того, как мы правильно выберем тот антибактериальный препарат, как мы правильно определим эффективное средство для лечения первичного эпизода воспалительного процесса в мочевых путях, от этого, собственно, зависит, как будет все развиваться дальше. Перейдет ли это в какой-то хронический воспалительный процесс или это будет, опять-таки, как бы мы сможем добиться ликвидации этого воспалительного процесса. При осложненной инфекции, безусловно, антибиотикотерапию целесообразно проводить после ликвидации осложняющего фактора. Но, как мы, правда, понимаем, что не всегда это возможно. Кто был сегодня утром, я говорил уже об этом, что когда-то вот это вот рассуждение, будем так, оно было навеяно нашей дискуссией с Любовью Александровной на одной из конференций. Когда Любовь Александровна мне ответила примерно такую вещь, когда я не задумывался о том, что, а можем ли мы всегда вылечить хронический воспалительный процесс? Потому что, когда мы говорим об остром воспалении, то мы не понимаем, что это открытый враг. Мы понимаем, как это можно диагностировать, потому что это, в общем, достаточно легко. Мы знаем, как лечить острый воспалительный процесс. Мы знаем симптомы, рубор, тумор, калор, доллар, функция леза. И мы, наверное, всегда практически можем острый гнойно-воспалительный процесс излечить. Вопрос про хроническое воспаление. Вот тут вопрос. Когда мы говорим о том, что персистирующий повреждающий агент сохраняется, когда он вызывает нарушение кровообращения в ткани, когда происходит повреждение клеток или тканей, и вот тогда мы говорим о том, что это такой вот скрытый враг, это такой секретный убийца, потому что его трудно диагностировать, мы понимаем, что можно добиться ремиссии. А вот вопрос, можно ли излечить такого пациента, может быть, можно оперативным путем, унеся часть органа или орган, а можно ли консервативно добиться того, чтобы ликвидировать уже те повреждения в ткани, которые возникли при хроническом воспалительном процессе. А отсюда следующий вопрос, который, собственно, и возник тогда. Если так, то можно и нужно ли у больных с хроническим воспалением при отсутствии обострения в период ремиссии применять антибактериальную терапию? И, честно говоря, до конца, наверное, я ответа не знаю, но вот то, что мы обычно применяем для профилактики рецидива инфекции мочеводящих путей. Большое количество жидкости, это мы с вами знаем. Это, скажем, мочеиспускание принудительное после полового акта у тех, у кого есть рецидивирующая инфекция. Это отказ от спермицидов и диафрагмы, уже говорил об этом Андрей Владимирович. Было такое положение о том, что нужно профилактически использовать антибиотики, но сейчас его уже нет. Это применение препаратов клюквы, это проантоцианидин, это и активная иммунопрофилактика. В 95-м году была такая фраза. В настоящее время продолжительный прием различных антибактериальных препаратов наряду с нормой гигиены составляет, пожалуй, единственное средство для увеличения латентного периода между обострениями инфекции мочеводящих путей. Это сохранялось буквально, ну не знаю, может быть, до последнего или предпоследнего года. Сейчас это не рекомендуется. Мы с вами знаем о том, что были так называемые режимы постоянной антибиотикопрофилактики, когда малые дозы антибактериальных препаратов длительно применялись для профилактики рецидива инфекции мочеводящих путей. Но мы поняли, что это приводит, наоборот, к тому, что возникает, наоборот, увеличение резистентности микрофлоры, развитие микрофлоры резистентной. Мы сами селекционировали те резистентные штаммы с применением малых доз, поэтому это не рекомендовано. Что сейчас, о чем говорят рекомендации Европейской ассоциации урологов в вопросах профилактики рецидивирующей инфекции? Это изменение образа жизни, это медикаментозная профилактика, в первую очередь, без применения антибиотиков, и длительная или посткоитальная антибактериальная профилактика может использоваться только в случае безуспешности профилактических мер без использования антибиотиков. То, о чем говорил Андрей Владимирович и Любовь Александровна. Почему? Потому что рост антибактериальной резистентности за эти годы стал огромной проблемой, потому что новые штаммы резистентны, отсутствие новых антибиотиков, побочные эффекты от применения антибиотиков, и все это мы понимаем, что это привело к тому, что наиболее частый, может быть, микроорганизм, который вызывает инфекцию мочевых путей, кишечная палочка, становится резистентной к тем самым препаратам, которые мы применяем наиболее часто в лечении этой категории больных. Что можно? Опять-таки, вот Андрей Владимирович говорил о том, что пробиотики, но мы знаем, что пока они могут быть рекомендованы, но такие препараты, вроде бы как, не зарегистрированы в нашей стране. Наверное, это перспективное направление, которое может развиваться. Мы знаем о том, что применяется местная гормонозаместительная терапия у женщин, особенно в постменопаузальном периоде, и Европейская ассоциация урологов, ну, грубо говоря, поддерживает эту рекомендацию. Если говорить, наверное, о, ну, таком тандеме между, скажем, пробиотиками, в данном случае лактобацилами и гормональной заместительной терапией, то мы с вами знаем, что лактобактерии определяют нормальную кислую реакцию среды влагалища, что их количество снижается в постменопаузальном периоде и после антибактериальной терапии, что обычно влагалище в норме содержит незначительное количество грамм отрицательных кишечных бактерий, но что, собственно, вот эти бактерии, они могут колонизироваться во влагалище, причем, как сейчас многие говорят, что только у женщин, у которых имеется такое предрасположение к этой рецидивирующей инфекции. При этом мы понимаем, что эстрогены усиливают рост лактобактерий, снижают ПАШ влагалища, поэтому антибактериальная профилактическая терапия, если она рекомендуется у женщин в постменопаузальном периоде, рекомендуется обязательно ее сочетание в комбинации с гормональным лечением. И вот достаточно такое простое, что ли, если можно сказать, исследование, очень демонстративное, когда мы видим, что те женщины, которые применяли гормональную заместительную терапию, по сравнению с группой, которая использовала плацебо, количество рецидивов, эпизодов бактериурии, количество рецидивов в год было в разы меньше, даже, можно сказать, в 10 раз меньше в группе, которая проводилась гормональная заместительная терапия, по сравнению с теми, кто эту терапию не проводил. Опять-таки, вот интересное, когда-то исследование Сергея Михайловича Алферова, наше отечественное, насчет девочек, у которых терапия рецидивирующего цистита, как это было показано в его работе, эффективна только тогда, когда есть адекватная коррекция гормональных нарушений, когда мы лечим вульвит и вульвовагенид. Препараты клюквы. Ну, вот, скажем, наверное, был такой период, когда мы очень активно применяли эти препараты, и были рекомендации, которые говорили о том, что эти препараты эффективны в лечении, для профилактики рецидивирования инфекции мочевыводящих путей. Последний метаанализ показал, что есть разные данные, и что, в общем-то, это требует еще доказательства. Мы знаем, что, извините, действующее вещество, которое находится в клюкве проантоциадидина, он ингибирует, собственно, вот связываются эти ворсинки, пили, фимбрии, которые имеются у кишечной палочки, и, соответственно, ингибируется адгезия этих патогенов к слизистой, к куротелию. И, опять-таки, вот если посмотреть на такую страшную кишечную палочку без проантоцианидина, и вы видите, как у нее все ворсинки отпадают после того, как она обработана, была проантоцианидином. Я думаю, что и одно из исследований, которое показывало, что количество рецидивов цистита у тех, кто получали препараты клюквы, был достоверно ниже на 56% по сравнению с группой контрольной, которая не получала эти препараты. На мой взгляд, это эти препараты, эти вещества, если говорить о проантоцианидинах, целесообразно, я думаю, применять у этой категории пациентов. Опять-таки, наверное, мы понимаем, что, ну, во-первых, это все-таки не клюквенный морс, как он чудо-ягода, это, наверное, все-таки должны быть препараты клюквы, которые содержат достаточное количество проантоцианидина. Это может быть морс, который, ну, как когда-то, например, меня учил Николай Алексеевич, как надо отжимать эту клюкву методом холодного отжима для того, чтобы получать концентрированный вот этот клюквенный сок. Но я думаю, что просто, опять-таки, это индивидуальные могут быть какие-то особенности пациенток для выбора того или иного препарата. Андрей Владимирович опять-таки говорил о том, что в рекомендациях появилась такая новая, новая, не знаю, дама, уж так слово назовем, демоноза. И есть вот одно такое исследование, это было рандомизированное клиническое исследование, вы видите, оно было опубликовано в 2014 году, считают, что эта же самая демоноза, она, собственно, это некий полисахарид, и в той же самой клюкве, есть даже сейчас уже комбинированные препараты клюквы с этой самой демонозой, считают, что в клюкве содержится опять-таки эта демоноза, и это один из факторов, который опять-таки препятствует адгезии микроорганизмов слизистой мочевых путей, но посмотрим, потому что рекомендаций каких-то однозначных на этот счет нет, еще раз говорю, это пока одно единственное такое исследование, я, честно говоря, вообще про эту демонозу узнал в этом году впервые. Ну, это ничего не значит, но просто. Наверное, я бы сказал, что наиболее может быть доказательные данные и наиболее обширные исследования были проведены в отношении иммунопрофилактики. Опять-таки это не такой какой-то реверанс в сторону компании, скажем, Астелос с Андрей Владимирович, они имеют разную степень доказательности. И вот, наверное, наибольшее количество все-таки доказательных исследований не наверное, а точно это то, что связано с иммунопрофилактикой с применением препарата Уроваксом. И мы с вами видим, что эти рекомендации европейские и российские они включают иммунопрофилактику как некий рекомендованный, простите, способ профилактики рецидивирующей инфекции. Вообще, когда мне когда-то первый раз пришлось выступать про Уроваксом, я был очень скептически к этому настроен, потому что я не представлял, что если взять каких-то микробов, да еще, ну мы с вами знаем, что это 16 штаммов микроорганизмов или 18, которые ты выпиваешь перорально, я думал, что там в желудочно-кишечном тракте все быстро разрушается и собственно о чем мы говорим. Но потом я позвонил в институт Гамалея, поговорил с микробиологами, поговорил с иммунологами, они сказали, что дело не в микроорганизмах, дело в их в общем-то фрагментах, в белках, которые, и что это правда имеет место и возможно, и собственно главный механизм действия это стимуляция, причем это как бы стимуляция как врожденного, так и приобретенного иммунитета. И механизм действия урвоксома достаточно хорошо показан. Мы с вами знаем, что в желудочно-кишечном тракте есть так называемые пейровые бляшки, которые относятся к иммунной системе, через которые собственно фрагменты в данном случае вакцины поступают в кровоток, поступают собственно активируют Т и Б-лимфоциты. Это происходит как бы циркулирующие клетки, они попадают по кровеносным лимфатическим путям, они мигрируют в мочевые пути, плюс к этому еще продуцируются иммуноглобулины слизистой оболочкой мочевого пузыря и мочевых путей, и это повышает защитные силы. И вот если посмотреть на исследования, которые были проведены с урвоксом, мы с вами видим, что применение урвоксома, в данном случае вот желтенькие столбики, приводило к повышению специфического иммуноглобулина А и специфического иммуноглобулина Г в слизистой мочеводящих путей, что в общем говорит о таком неком специфическом ответе на прием этого препарата. Кроме этого, мы с вами знаем, что есть такая система врожденного или не специфического иммунитета, которая активизируется через так называемый образ распознающий рецепторы. И они называются так называемые тол-лайк рецепторы. И вот оказалось, это опять-таки доказано, что есть вот такая четвертая группа или четвертый тип тол-лайк рецепторов, которые собственно активируются. Это те рецепторы, которые отвечают за противомикробную защиту в первую очередь. Они активируются урвоксом. И поэтому вот в этих исследованиях было показано, что и на неспецифический иммунитет, то есть активируются макрофаги, активируются дендритные клетки, то есть все те факторы защитного иммунного ответа, которые в общем-то направлены на ликвидацию бактериального воспалительного процесса. Но опять мы можем много говорить о каких-то экспериментальных работах, фундаментальных исследованиях, но нас интересуют в первую очередь клинические исследования. И вот известно к настоящему времени 12, может быть сейчас уже и больше клинических исследований, причем из них 5 было двойных слепых, это порядка 1200 пациентов, и в 2009 году Корт Набор опубликовал некий мета-анализ на основании этого. Но пожалуй может быть один из первых, кто был Клод Шульман, когда показал о том, что в своем исследовании, что значительно снижалась частота бактериуреи, вот такое исходное название урваксома было ОМ89, вы видите, что в общем-то в этих группах происходило снижение по сравнению с группой плацебо, это было еще в 1993 году, опять-таки Клод Шульман показал, что количество антибиотиков, которое потреблялось пациентами, которые принимали, по которым выполнялась иммунопрофилактика, было значительно меньше по сравнению с группой, которая не получала урваксом. В 2005 году был некий обзор исследований, мы с вами видим, что использовалась, как бы определялась частота использования антибактериальных препаратов, частота обострений, длительность этих эпизодов. И опять-таки вот в этом исследовании Байер было показано, что частота обострения инфекции мочеводящих путей на 30% была меньше по сравнению с группой, которая получала плацебо, то есть мы опять-таки получили некое подтверждение того, что эта группа препаратов, которые направлены на иммунопрофилактику она безусловно работает. Вот, наверное, одно из самых важных и таких известных исследований или как бы анализов на эту тему мета-анализ Курта-Набора. Вы видите, в 2009 году он проанализировал те правильно построенные пять исследований, которые включали тысячу пациентов. И опять-таки, вот если мы посмотрим на эти данные, я не буду подробно останавливаться, здесь исследования Коза-Шульмана и Байера и Писани, и мы видим, что во всех этих исследованиях было получено достоверное уменьшение частоты рецидивов в среднем на 40% при применении иммунопрофилактики или при применении урваксома. И опять-таки, после как бы прекращения после прекращения приема урваксома мы видим, что в течение 6 месяцев значительно по сравнению с плацебо уменьшалось количество рецидивов у этой категории пациентов. Опять-таки, это было подтверждено в этом метаанализе и лабораторными показателями, такими как бактерия урии, которая снижалась на утретий он на треть и как бы ликоцитурия, которая была значительно тоже меньше в группе, которая получала получала урваксом. Опять-таки, мы знаем, что иммунопрофилактика с помощью урваксома она безопасна и, в общем-то, это препарат, который хорошо переносится. Поэтому мы можем говорить, наверное, о том, что ну, как бы вот эти годы они, наверное, мне кажется, еще каким-то образом утвердили нас в этой мысли, что это этот вид лечения, этот вид профилактики инфекции мочеводящих путей, он работает и он, правда, эффективен и безопасен. Был вопрос насчет применения урваксома у беременных и, опять-таки, вывод, который был сделан в этом исследовании, что, в общем-то, препарат может применяться, он может быть эффективен и безопасен для профилактики рецидивирующей инфекции. Я утром говорил о том, что, безусловно, есть много растительных препаратов, которые мы можем применять для лечения и профилактики рецидивирующей инфекции мочеводящих путей, и вот, но я бы очень хотел, вот если говорить обо мне, так скажем, да, как о враче, я бы хотел, чтобы мы получали достоверные данные, данные, которые подтверждены клиническими, фундаментальными исследованиями, когда мы могли бы понять, что да, правда, доказано, что это действует, что действует, может быть, не конкретное действующее вещество, но чтобы это было, было каким-то образом подтверждено. я уже показывал вот эти данные, которые были в 2013 году представлены Кюнсли на Конгрессе Европейской Ассоциации Урологов и Конгрессе Немецкой Ассоциации Урологов, и мы видим, что канифрон, как растительный препарат, препятствует адгезии кишечной палочки, и опять-таки, если мы говорим о частоте рецидивов, то вот в этом исследовании с Украины, которое проводил профессор Иванов, мы с вами видим, что на 70% в той группе, которая получала канифрон, количество рецидивов инфекции мочеводящих путей было меньше по сравнению с группой, которая канифрон не получала. Опять-таки, вот такой, ну, может быть, и важный момент, безусловно, и я думаю, что может быть просто, ну, это как бы с одной стороны логично, понятно, и мне кажется, что ну, не знаю, мне вот как бы кажется, что это правильно. Когда мы говорим об антибактериальной терапии, которую, как мы видим, сейчас уже перенесена в самый-самый конец, то есть, когда не помогает уровоксом, не поможет канифрон, не помогают клюквенные препараты, демонозы и так далее, и мы вынуждены обратиться к антибактериальной терапии. Вот, на мой взгляд, фосфомицин вот в таком режиме 3 грамма сутки каждые 10 дней является, наверное, оптимальным. Не потому, что это старое исследование, которое показало, собственно, вот такой эффективность вот такого режима, просто мы с вами понимаем, что это логично, больной получает полную дозу препарата, который длительно находится в мочевых путях, это длительное, как бы, выведение препарата, это длительный эффект, который сохраняется. Эти данные, собственно, были подтверждены в исследовании, которое было проведено несколько лет назад, вы видите, оно было опубликовано, клиника Олега Борисовича Лорана, Сергея Борисовича Петрова, Любовь Александровна была одним из авторов, когда речь шла о том, что у пациента, которые получали фосфомицин, атрометамол, вот в таком, у больных с рецидивирующим циститом, в дозе 3 грамма, полная доза, раз в 10 дней в течение 3 месяцев безрецидивный период был у 95% порядка 12 месяцев. Какие преимущества? Я говорил о них, что это терапия полной дозой, снижение риска развития резистентности, лучшая переносимость и минимальное количество побочных эффектов. Наверное, мы опять-таки придем к тому, что мы будем говорить о каких-то комплексных подходах. Это может быть сочетание различных методов. Мы сейчас как-то здесь говорим в первую очередь о монотерапии, но я думаю, что мы опять-таки придем и к комбинированной терапии, и мы говорим о том, что вакцина-профилактика, наверное, сейчас это все-таки первая позиция, я не знаю, согласится ли со мной Любовь Александровна, Андрей Владимирович, и Вы насчет того, что это может быть первая позиция сейчас в профилактике рецидивирующей инфекции. Возможно, это пробиотики, это проантоцианидин, но в полноценной дозе порядка 36 или даже 72 миллиграмм в сутки. Это большое количество клюквы, которые нужно съесть, если говорить о клюкве. Это гормонально-заместительная терапия, то, что, собственно, доказано уже. Демоноза, как новая вот такая вот какая-то опция в лечении этой категории пациентов, и Вы видите, я не зря поставил антибиотикопрофилактику в конец, потому что так сейчас, в общем-то, звучат, звучат, в общем-то, рекомендации Европейской Ассоциации Урологов. Спасибо большое Вам за...